На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, можно ли давать в долг под проценты? В книге «Исход» есть такие слова, 22 глава. «Если даешь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». И у пророка Давида в Псалтире сказано, что «Сребра своего не даде в лихвую лесть». То есть лесть — это ложь, а лихва — это как раз вот эти лишние проценты. Поэтому нам, христианам, этого делать не надо. Другое дело, что мы можем держать деньги в банке. Допустим, вы продали квартиру, где вам держать эти деньги? У вас нету сейфа, вас могут ограбить. Или вам надо платить и показывать их, платить безналичным. Или покупают у вас за безналичные деньги. И банк начисляет какой-то процент вам. Делает это как работу с вкладом, например. Тут, наверное, немножко по-другому можно отнестись к этой ситуации. Понять, что банк в любом случае на вас зарабатывает. Даже если он делает вид, что вам какие-то проценты платит. И даже если платит, их следует инфляция. И я думаю, что в России этот вопрос вообще не звучит. Вы знаете, мне недавно пришло такое предложение от Сбербанка в виде СМС. Что исключительно на каких-то дополнительных условиях. Вот только из любви ко мне Сбербанк предлагает мне взять у них в долг деньги по 24%. Понимаете, почти четверть. Поэтому говорить о том, что наши банкиры делают так, что мы с вами на этих деньгах заработали, нам не приходится. Такой заботы нет. Продолжение следует...